В нашей студии появляется Ренат Рахмолин, персональный тренер, чемпион России по бодибилдингу. И вот Наталью верил я в эти сильные руки для того, чтобы персонально сейчас Ренат, хотя бы в течение нескольких минут, Наталью прокачал. Поскольку говорить мы будем о роли персонального тренера в жизни каждого человека. Посмотрите, чемпионат России по бодибилду, ну действительно, ну вот, ну что, вот это, вы просто сраните его. Вот это я понимаю, вот это вышло. Ренат, доброе утро. Спасибо большое, что пришли. Как раз сегодня я еще не делала зарядку, ну в 4 утра совести моя нечиста. Мне еще лень, но работа позволяет и разминаться будем вместе с вами. Ренат, я знаю, что вы вернулись с югов, и вы там не отдыхали, между прочим, на секундочку. Да, у нас там, мы были в Сочи, в Центре спортивной подготовки, там было очень много мастер-классов, семинаров, и по растяжке, кстати, в том числе тоже были. Могу сейчас вам пару упражнений показать. Конечно, давайте, да, вы, давайте такая схема. Вы показываете, потом, да, объясняйте, я повторяю. Вытягиваем, ставим одну ногу, либо чуть подсгибаем в коленке, либо выпрямляем. Сзади ногу мы вытягиваем, чуть-чуть подальше, чуть-чуть, все, вытягиваем. Так, я напоминаю, Ренат сейчас покажет нам, да. Вытянули. Ага. И пытаемся развернуть корпус. Выдох. Стоп. Тяжело. Да, я понимаю, она на балансе, на самом деле. Плавно обратно. Может, я просто, когда вас держу? Нет, здесь, кстати, тоже роль тренера важна, чтобы удерживать. Поехали потихоньку. Раз, смотри, вместе, что ли, будем? Держим, держите меня. И плавно, вот, и чуть-чуть я вам помогаю с корпусом. Потихоньку сдержимся, плавно обратно. Ногу выпрямляем сзади. Вот. Снова разворот. Ага, а руки надо обязательно держать, да? Держим, держим, стоим, 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 стоим. Плавно обратно. А я вообще разворачиваюсь или мне, или нет? Еще раз. Разворачиваем. Я вот как чувствую. Укрепляем ногу-ногу повыше. Вот. Здесь очень держимся. Питихо, я ухожусь взял. Потихонечку обратно возвращаемся, возвращаемся обратно. Встаем на ноги. Я, знаете, я сильно ушла к вам, я вот поняла. Я прям сильно потянула. Здесь очень хорошо прорабатываются мышцы поясниц и тазобедренного. А еще почему-то мне вот здесь напрягается. За счет именно наклона корпуса у нас растягивается мышца бедра. Значит, все-таки верно. Итак. Я хотел спросить, а вот это упражнение из репертуара испанской инквизиции, вот оно, оно, его можно чем-то заменить? Вот оно прорабатывает то, что нельзя проработать никакими другими упражнениями? А здесь это упражнение показывает, насколько мы пластичны. Потому что в зале мы всегда стараемся тренироваться. Ну, там, отжимания, да, потягивания, что-то такое. А здесь получается гибкость пластика. И мы об этом всегда почему-то забываем. А потом зачем, говорит, попробуем наконец-то, раз спинку прихватила. Понятно, понятно. Ну, в общем, чтобы у нас были не всегда вот такие мышцы, но и продольные, да? Так-то напрягается от статического напряжения. Как это правильно? Статическое, да, напряжение, когда ты... Ну, это сложно. Здесь именно самый момент довериться человеку, который тебя держит, и проворачивать тазобедренный сустав. Для женщин и для девушек это, кстати, очень полезно, кровообращение в малом тазе активизировать. Так, и еще. Получается, вообще, по-хорошему мы, как бы, делаем и на другую, да, эту ногу? Да, получается 5-6 повторений на одну ногу, 5-6 повторений на другую. В среднем больше 10 не стоит, уже потому что становится тяжело. Есть еще одно упражнение. Показываю? Конечно, давайте, да. Я посмотрю, потом повторю за вами, Ренат. Ногу вытягиваем чуть-чуть. Давайте вот, чтобы телезрителем было вот эту ножку вытянем. Ага, спасибо. Вытягиваем носок. Мы стараемся нагружать не мышцы живота, как делать скручивание, а стараемся приподниматься. Угу. Плавно обратно и тянемся. Для усложения можно чуть-чуть таз приподнять. Ну, это чтобы и ноги включать, да? А ногу вытягиваете вперед, да. Слушайте. Так, сейчас раздвину все причиндалы. У нас тут есть телевизионные штучки. Все, эту ногу мы сгибаем. Угу. Все, ложимся. Тут много быть, тянем носочком и держим. Легли. Понеже, да? Все. Это типа планки на и бород. Делаем не скручивание, а стараемся за счет грудь вверх, вот. Плавно обратно. А, можно немножечко как бы еще переставлять. Тянем руками, ручками туда, вот. Теперь, по-моему, чуть-чуть таз приподнять. Я же не... Потихоньку, вот. А мне получается скручивание. А это технически сложно, друзья. Расслабляемся. Все, потихонечку вверх. При этом ногу не расслабляем. Носочком тянем. И таких 10-12 повторений. Вот. Знаете, вот плюс персонального тренинга в том, что персональный тренер, он будет все ваши изъяны, ну, именно технически, да, техника все-таки в упражнениях очень важна. А то можно... Спасибо большое. Можно, знаете, как отжиматься-отжиматься, ну, по-разному, да, а в итоге не иметь, ну, силы и, на самом деле, активности в груди. Здесь самое главное. Люди, которые приходят в тренажерный зал и обращаются к персональному тренеру, они должны понимать, что это не одно-два занятия, а это на долгое время. Поэтому вам с тренером должно быть просто комфортно общаться, находиться вместе, приходить к нему на тренировки. Поэтому нужно доверять вашему тренеру. Вот можно, Ренат, я спрошу, а часто ли вас обманывают ваши подопечные? Ну, вы же наверняка тоже им говорите, ну, смотри, Наталенька, вот ты вот это исключи, вот это ты исключи, постарайся. Ну, как, да? Вы же за общей внешним видом. Если, ну, все мы люди, если кто-то что-то пытается где-то меня обмануть, это рано или поздно будет явным. Мы об этом все равно узнаем. Человек же хочет результат, а если оно долгое время не получает, ты уже начинаешь понимать, если тренер все делает правильно, дает установки, тренировки, питание, все верно, а человек не меняет, значит, где-то есть изъяны. Ну, в основном люди, которые к вам приходят, они с вами откровенно. Ну, говорят, каюсь, съел там кусок торта, например, да, или там перебрал с мясом. Ну, условно. Здесь, опять же, говорю, лучше доверять. Чем честнее мы будем относиться друг к другу, тем будет быстрее результат. Хорошо. Когда к вам приходит мальчик, это все понятно. Ну, то есть одного пола. Бывает ли такое, что когда мальчики и девочки, мужчины и женщины, я имею в виду, приходят, есть вот неловкий момент. Как вы лично, как тренер, его снимаете? Вот этот гендерный момент. В основном у меня занимаются именно девушки. Вот почему-то. Я вот, не понимаю, вроде выступаю на соревнованиях, но больше приходят именно девушки. Доверие, харизма. И скромность. Ринат Рахулин назвал персональный тренер, чемпион России в бодибилдинге. Спасибо вам огромное, Ринат. Надеюсь, что я делала правильно и небезнадежный ученик. Друзья, повторяйте, можете найти у нас на сайте упражнения, которые показывал Ринат. Они помогают не только сохранять координацию и баланс, что важно в нашей жизни, но и понемножечку по-другому работать на мышцы. Я вот прям мелкие какие-то чувствую в спине, если честно, сейчас стою. Это правильно? Это сегодня, завтра будет получше. Да. Ну, это такая легкая приятность осталась. Благодарим нашего гостя. И, кстати, Ринат, скажите, вот имя вам родители выбирали долго, вы вообще знаете, почему назвали? Вам нравится ваше имя? Мое имя мне нравится, его, правда, часто путают с Ринатом вместо Ирины. Ну, я как бы погуглил, по сути, разницы никакой. Ринатом вместо Ирины. Ну, как бы я уже сильно на это не обижаюсь, а родители выбрали очень легко и просто… просто Калеринат. Ринатом. А что там оно обозначает определенное? Человек скромный, харизматичный и, хотя сказать, доверчивый. И открытый, это точно не отнять, Ринат Рахмольна.